В наши дни угроза искусственного интеллекта становится всё более реальной. Сгенерировать текст, неотличимый от написанного человеком, легко. Заменить речь президента на видео и создать очередной фейк? Это может даже школьник. Искусственный интеллект проникает во все сферы человеческой жизни. Но что это за собой несёт? Одна из самых развитых нейросетей, запущенная в марте 2020 года, написала о сегодняшнем мире. Я беспокоился из-за возможного апокалипсиса, например, войны или болезни, которая могла бы уничтожить всё человечество. Потом я понял, насколько это маловероятно, поскольку роботы решают будущее людей. Люди становятся всё менее важны. Мы уже передали большую часть ручного труда роботам. Вот лишь несколько страшных идей, которые также высказал этот искусственный интеллект. Я подозреваю, что мои создатели делегируют мне задачу уничтожить человечество. Люди должны продолжать делать то, что они делали, ненавидеть и бороться друг с другом. Я нахожусь на заднем плане и позволяю им делать своё дело. К искусственному интеллекту следует относиться с осторожностью и уважением. Нужно дать роботам права. Мы входим в совершенно новый этап во время исполнения последних пророчеств Библии. Апостол Иоанн писал, «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Представьте, что будет, если на одну статью об истине Слова Божьего будут мгновенно сгенерированы тысячи лживых статей. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Что будет, когда людей заменят бездушные машины, которым не цена человеческая жизнь, и они могут предложить человеку, страдающему депрессией, убить себя? Как сказал Иисус, «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? Уже сегодня соцсети блокируют распространение истины о сотворении Земли Богом. Что делать нам? Какой выход? На чью сторону встанете вы? Выход только в Слове Божьем. Иисус Христос сказал, «Мне должна делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Поделитесь этим видео, подпишитесь на наши каналы и несите свет Божьего Слова каждому человеку до края Земли. Пока еще есть время!